Пацаны из первого видео по-любому плюс сто пятьсот смотрят. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Спасибо, братух. И если вы будете всякую хуйню в комментариях нести, эти ребята покарают вас специальной кнопкой на ютюбе. А мы даже и не подозревали, что есть вот такие добрые гопники. Особенно вот тот паренек, да, вот с белым вот на петле. Вообще молодец. Да и вообще вы все молодцы. Я, конечно, не знаю реальной причины их добродушия. Но, возможно, эти пацаны несколько лет на Тибете среди монахов прожили, которые их научили контролировать свой гнев. И теперь они сажают деревья, убирают в подъездах и охраняют гей-парады. А вот мужик справа вообще повелитель добра, наверное. Потому что даже родители своих детей так не хвалят. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Умеете? Могете? Я думаю, этих ребят нужно в жюри на Олимпийских играх посадить. И тогда наша сборная станет абсолютно чемпионом пространственно-временного континуума вселенной во всех дисциплинах. Заебись. Четко. Чувак из следующего видео подарил своей бабе цветы, бусы и серебряные сережки. А она, сука, все недовольна. Этот ролик изначально был без звука, и поэтому я сразу добавил более-менее подходящую музыку. Музыка. Музыка. Эпичное выражение лица этого парня сразу дает нам понять, что он знает, как обращаться с бе... И примерно так же с женщинами. И чтобы вернуть серебряные драгоценности, ему пришлось использовать свой прокачанный в хуи скилл шаловливого язычка. Музыка. Ему бы это вполне удалось, если бы в ответ она не применила свое умение шаловливых пальчиков. Но, блядь, вот эта безумная улыбка меня уж больно настораживает. По всей видимости, паренек совсем недавно прилетел к нам из соседней галактики. И является до безобразия жуткой инопланетной хуетой, которая откладывает личинки в мозги неблагодарным породистым сучкам. Если вашему коту только-только сделали операцию, он еще не успел отойти от наркоза, нужно обязательно взять камеру и начать снимать все, что он делает. Бедный котик ударился мордочкой об кроватку. Блядь, это так слащаво прозвучало, что у меня, наверное, сейчас хуй мандаринами запахнет. Но движение кота перед прыжком чуть больше, чем полностью, дает нам понять, что он и его хозяин недавно вернулись с ямайских полей. Пушок, ты че, уебался? Правда, обдолбанный мужик с камерой даже не подозревает, что его питомец на пути к установлению после боя с Васькой Костоломом. Очевидно, наркоз вызвал у бедолаги дикие галлюцинации в виде бездонной пропасти под кроватью. Поэтому он так отчаянно вцепился в край. И провисел там целый день, пока его не отпустило. Люди обладают способностью брать обычные видео и накладывать на них музыку, что в результате дает нам адовые клипы вроде этого. А я и не знал, что фан-клуб доктора Попова снимает свои собственные видео. И меня вроде даже ничего не смущает. Старушки разминают ноги, руки, спину, сиськи. Сиски? Стоп! Это, блядь, что за упражнение такое? Ну, данное упражнение берет свои истоки в Гималаях 4 века. Направлено на восстановление микрофлоры кишечника и общего иммунитета. Гималайский сисько-шлеп, шлепай сиськи, не болей. Бля, ну это уж слишком, да ну нахуй. Ну и, конечно, я не могу не доебаться до вот этого движения. Тщательно проскинув мозгами и просидев несколько дней в лаборатории, я понял, что у нас есть вот столько вариантов. У бабки такие же проблемы с ногами, как у тех самых коз. Или ей вкололи волшебную воду, заряженную знахаркой. Только начала я лечиться этим методом. Утром у меня вышла черепаха. Отправляйте сообщение со своими ответами на номер 5.1. Знак сужения дороги, твердый знак. И нихуя не произойдет. Подписывайтесь на новые видео. Это был Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока! Авто и пайка!